Из сборника рассказы сновидца Привидения 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 горячки. В конце концов, я заявил, что сам хочу посмотреть на привидения, а потом продолжить спор о том, существуют они или нет. Поэтому я запасся пригоршней сигар, выпил несколько чашек крепчайшего чая и, отказавшись от ужина, удалился в комнату, обшитую панелями темного дуба, где стояли кресла со шпалерной обивкой. Брат, утомленный нашим спором, отправился спать после безуспешных попыток отговорить меня от моей затеи. Я стоял у подножия старинной лестницы, следя, как пламя свечи брата перемещается все выше и выше, а его голос из темноты все убеждал меня поужинать и лечь в постель. Стоялась зима. За окнами под ветром старые кедры переговаривались неизвестно о чем, они казались мне тори старинного закала, обеспокоенными каким-то нововведением. Часы отчитывали время. В камине огромное сырое полено стало шипеть и потрескивать, над ним взметнулся язык пламени, по углам комнаты сгрудились и заплецали тень. В самых дальних углах неподвижные громады тьмы застыли, подобные старым дуэньям. На противоположной стене в темной части комнаты находилась всегда запертая дверь. Она вела в зал, но ею никто не пользовался. Возле нее однажды произошло событие, не служившее к чести нашей семьи, и мы не имели обыкновения обсуждать его. Пламя освещало старинные кресла благородных пропорций. Руки, изготовившие их обивку, давно истлели в земле, инструменты, служившие им, рассыпались в пыль. Никто ничего больше не ткал в этой старинной комнате. Никто, кроме трудолюбивых старых пауков, которые, наблюдая, как разрушаются древние вещи, готовили саван для их праха. В паутинном саване вокруг карнизов уже покоилась выеденная древоточествами сердцевина дубовых панелей. Конечно, в такой час, в такой комнате, подстегнутая голодом и крепким чаем фантазия, могла увидеть призраки тех, кто занимал эту комнату прежде. На меньшие я не рассчитывал. Огонь то вспыхивал, то угасал, тени плясали, воспоминания об удивительных происшествиях, как живые вставали в моем мозгу. Но вот высокие в рост человека часы пробили полночь, и ничего не случилось. Ночь шла к концу, я продрог и почти засыпал, когда в соседнем зале послышалось то, чего я ждал – шорох шелковых платьев. Затем в комнате стали появляться высокородные дамы и их кавалеры эпохи короля Иакова. Они были чуть плотнее теней. Величественные, хотя едва различимые, но все вы и прежде читали истории о привидениях, все вы разглядывали в музейных залах платья того времени. Стоит ли описывать их здесь? Пришельцы расселись на креслах, быть может, несколько небрежно, если вспомнить о драгоценной обивке. Шелест платьев у них. Что ж, я увидел привидения, но не испугался и не поверил в их существование. Я собирался подняться с кресла и пойти спать, как вдруг из соседнего зала донесся легкий топот, царапание когтей по паркету, словно какой-то зверь бежал и соскальзывался. Страха я не испытал, но мне стало не по себе. Звуки приближались к комнате, в которой я находился. Затем я услышал, как шумом втягивают в воздух жадные ноздри, быть может, не по себе не самые подходящие выражения для описания моих чувств. Вдруг в комнату ворвалась стая черных созданий, размерами превосходивших ищейку. Их огромные уши висели, носы принюхивались к следам на полу, они подбежали к дамам и кавалерам былых времен и принялись мерзко ластиться к ним. Глаза существ ярко блестели, обладали необыкновенной глубиной. Заглянув в них, я сразу понял, что это за существа, и меня объял страх. Это были грехи, отвратительные, неизбывные грехи этих изысканных мужчин и женщин. Дама, сидевшая неподалеку от меня на старинном кресле, была так скромна. Слишком скромна и слишком прекрасна, чтобы при ней, положив морду на ее колени, неотступно находился грех с глубоко запавшими глазами, горевшими красным огнем. Явное убийство. А вы, златовласая леди, разумеется, вы не могли совершить преступление. И все же ужасный зверь с желтыми глазами крадется от вас к одному из придворных кавалеров, а когда тот прогоняет зверя, он возвращается к вам. Одна из дам пытается улыбнуться, поглаживая мерзкую, покрытую мехом морду чужого греха, на ее собственный грех, ревнуя, отталкивает чужака от ее руки. Вот сидит убеленный сединами вельможи, держа на коленях внука, а одно из огромных черных чудовищ лижет в щеки мальчика, приучая его к себе. Иногда какое-то из привидений встает и пересаживается на другое кресло, но тут же свора его грехов пускается взгляд за ним. Бедные, бедные привидения! Сколько отчаянных попыток скрыться от своих ненавистных грехов предприняли они, должно быть, за эти два столетия, но грехи оставались при них неотлучны и необъяснимы. Внезапно один из них, казалось, учуял мою жилую, кровь и страшно залаял, и все, оставив своих хозяев, ринулись к нему. Этот тварь с высунутым языком улюхал, и мой запах у двери, через которую я вошел, и вся стая стала потихоньку подбираться ко мне, я припадая к полу и время от времени издавая ужасный бой. Стало ясно, что дело зашло слишком далеко. Но они уже увидели меня, уже сгрудились вокруг, норовя одним прыжком добраться до горла. И когда их когти коснулись меня, в голову мне пришли страшные помыслы, а душу охватили ужасающие желания. Пока эти создания прыгали вокруг, я строил злодейские планы и делал это с несравненным товарством. Убийство с огромными рдеющими глазами возглавляло мохнатых чудовищ, от которых я отбивался, пытаясь защитить горло. Вдруг мне пришло в голову, что хорошо было бы убить брата. Мне казалось немаловажным, что не было никакого риска понести коробу. Я знал, где находится револьвер. Выстрелив, я бы одел труп и напудрил ему лицо мукой, чтобы он сделался похож на человека, изображающего привидения. Это несложно. Я сказал бы, что он перепугал меня. Слуги могли подтвердить, что мы разговаривали о привидениях. Я прекрасно представлял себе, что и как надо сделать. Оставалось продумать несколько мелочей. Да, убить брата казалось мне просто прекрасно. Прекрасной затеей, когда я глядел в пылающую огню глубину глаз этого существа. Они затягивали, увлекали меня, но собрав всю волю, я сумел произнести. Если одна прямая пересекает другую, противолежащие углы равны. Пусть А, Б и С, Д пересекаются в точке Е, тогда углы С, Е, А, С, Е, Б в сумме составляют два прямых теорема тринадцатая. Углы С, Е, А и С, Е, Д в сумме также равны двум прямым. Я направился к двери за револьвером. Среди чудовищ поднялось ликование, но угол С, Е, А общий. Следовательно, угол А, Е, Д равен углу С, Е, Б. Точно так же С, Е, А равен Д, Е, Б, что и требовалось доказать. Теорема доказана. Логика и разум вновь восторжествовали. В моей голове темные воплощения греха исчезли, кресла со шпалерной обивкой стояли пустыми. Сама мысль о том, что кто-либо мог убить своего брата, представлялась мне невероятной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова